Приветствую, дорогие мои! Буйя-буйя-буйя! Сегодняшнее видео будет про покупки. На самом деле, все эти покупки я совершила до Нового года, но почему-то я все... Я про них забыла. И сейчас, когда не о чем снимать, я решила сниму я в виде про покупки. Покажу вам то, что я покупала уже 4 недели назад. У нас перед Новым годом и еще после Нового года классные скидки шли. Я себе купила обувь двое пар за 10 евро каждая пара. Это очень классно. Это, конечно, не классное качество. Я себе обувь покупаю лично на сезон. Я не трачу 200 евро, чтобы иметь одну пару обуви, не знаю, на 3 года. Я лучше покупаю 5-6 пар на лето. И следующее лето я выбрасываю трое пар, потому что они испортились. Я покупаю еще сверху 4 новых. Вот такой вот я человек, да. Вот. Вот. Одна пара такая. Вот, может быть, вы ее знаете. Я тоже саму покупала в черном цвете. И она была такая вот короткая. Это такие вот длинненькие сапоги. Причем я не пойму, почему я их купила. Потому что пока я приеду в Техас, я уже скоро... Я вам новости рассказала? Я свою визу получила? Получила свою визу. Так что да, я сейчас просто жду, пока муж вернется. Он сейчас не в Техасе. У него сейчас командировка, и он в Калифорнии. И да, жду, пока он вернется. Вернется он в начале февраля. Так что пока я приду в Техас, уже будет лет. И я не знаю, зачем мне эти сапоги нужны в Техасе. Но, блин, сапоги это не еда. Они не портятся, да? Так что такие вот классненькие. Мне они понравились по цвету. Мне эти штучки нравятся. Классные, хорошие сапоги. Следующие сапоги такие вот. Они, знаете, такой вот камерой, вот цвет показывает слишком темно. Не им. Вообще-то, знаете, как камер смарагд. Такой вот красивый зеленый. Такие вот они очень прикольненькие. Они очень в обтяжку. Длинный, классный. И вот у меня столько много обуви. И вся обувь у меня такая вот нейтральная. Черная, серая, коричная и бежевая. Как? Я не знаю. Я захотела что-то такое вот, ну, блин, для разнообразия. Такой какой-то прикольненький цвет, который бросается в глаза. Причем его тоже можно с многим чем одевать. Хотя это зеленый. 10 евро. Дальше себе купила джинсы, потому что у меня джинсов нет. У меня есть всего лишь одна пара. А эту пару только можно сапогами одеть, потому что она вот такой кусочек короче, чем вообще вся нога. То есть это для лета, знаете, когда тепло. Так, чтобы одеваться под кеды, под эту кроссовку. У меня джинсы не были. Я решила себе купить. Я купила за 20 евро себе такие вот джинсики. Они мне очень понравились. Упс. Они такие вот простые. В обтяжку. Но вот здесь мне это очень понравилось. Как это на ноге выглядит. Хороший цвет. Нет, они такие, знаете, как стретч. Я люблю стретч, потому что они очень в обтяжку лежат. И они... В обтяжку, да. Они в обтяжку. А сзади такие вот простые. Потом дальше я уже в одном видео эту майку одевала. Вы уже видели. Я купила ее через интернет из магазина H&M. Знаете что? Я, кажется, нет, я вам ее не показывала еще, потому что она пришла позже, чем все мои покупки, которые я вам показывала. Я тебе уже показывала, я извиняюсь. В магазине она стоит 13 евро, а онлайн она стоила 5. Так что я ее купила онлайн. Это такая прикольная майка с таким классным принтом. Череп с розами, написанная beauty. И самое главное, что мне понравилось, вот эти выразы на плечах. И вот что оно сзади длиннее, чем спереди. Это очень красиво смотрится. Оно очень красиво. Такая вот серая. И вот этот принт просто класс. Я была готова ее купить за 13. Ну, хорошо, что я ее нашла за 5. Так что иногда заходите в онлайн-магазин, потому что там часто в магазине H&M в интернете бывают вещи на распродаже, которые в магазине даже нет. Потом дальше себе купила майку в магазине SoundAug, то есть в Германии. Там шли огромные классные скидки по всему магазину. Сток много товара, было все оттенено. И еще была такая акция, что на скидке еще сверху 25%. Так что эта майка стоила 7 на скидке и плюс еще 25%. Где-то, мне кажется, 5 евро вышло. Такая вот майка. Такие вот майки я покупаю в мужском отделении, потому что у них самые классные майки с классным принтом. Я не знаю, почему для женщин их таких майк не делает, но если вам нравятся майки с прикольным, интересным принтом, смотрите в мужском отделении. И оно очень классно сидит. Она в обтяжку, но она длинная. То есть она пол попы закрывает, что мне нравится, потому что короткие майки я не люблю, или в основном короткие свитера. Я люблю что-то, что вот попу больше наполовину закрывает. Я не знаю, почему, но как-то мне так лучше нравится. Простая серая майка, но вот этот принт меня просто убил. Это такой вот для меня типичный американский мальчик из Южной Америки, то есть из Юга, где-то, не знаю, из Алабамы, на Джордж Буша похожий, такой вот рыженький. Между зубами дырочка, эти уши, которые торчат просто класс. Это мальчик Redneck, просто классная майка. И вот, ай, я так безумно рада. Не могу дождаться, пока станет тепло, что носить, не знаю, с шортами, с юбками, с джинсами. Это просто классная майка. Вот я просто в этот принт влюбилась, причём моя подруга мне сказала, что это вообще страшно. Ты это будешь носить? Такого уродливого мальчика? Я говорю, да, буду. А дальше ещё в H&M через онлайн я заказала шорты. Если вы заказываете ещё через онлайн, смотрите в интернете, если есть, часто ещё бывают такие коды, где ещё скидку сверху дают. То есть я купила майку за 5, шорты за 5, шорты за 10, но, конечно, ещё за то, что они тебе домой отправят, надо ещё 5 евро платить. Но у меня ещё была скидка от 25% и 7 евро сверху. То есть за всё я заплатила 12 евро, 12 евро была бы одна майка. А так я ещё купила шорты, очень выгодно. Такие вот синие шорты прикольные. Такие вот, и здесь такие вот тоже штучки висят. Классно. Ну, они такие вот простые. В целом, да, я себе ещё купила 2 свитера, они стоили по 9 евро. Ещё 25% скидка сверху, где-то 6 с чем-то евро это вышло. Я просто в них влюбилась. Таких свитеров у меня нет. Это именно свитера покороче. Ну, как бы до бёдра они идут. Для меня это коротко. И они вот такого принта, что сейчас очень модно. Этот колор, ну не колор, ну колор блоки, можно так сказать. Ну, типа такого, знаете, не простого свитера, а вот двое цветов. Очень удобная, красивая, мягкая вязка, такая вот грубая, очень мягкая, приятная. Очень красивый цвет, мне кажется. И ещё такой вот карманчик. И что мне в этих свитеров нравится, у них сам свитер такой вот широкий, но рукава они узкие. Это очень удобно, потому что с моими боками, мне как раз надо бока прятать. И это как раз свитера для моей фигуры. И другой свитер тип тоже самый, просто другой цвет. Такой вот. Просто класс, так красиво смотрится. И последняя эта сумка, знаете, у нас в городе есть пару магазинов в центре, которые летом в них продают мороженое, а зимой почему-то оно закрывает и продает обувь. Я это уже пару лет наблюдаю. И какой-то магазин там были очень дорогие вещи, и сейчас вдруг сумки продают на трёх этажах, и вес магазин полностью всё 15 евро. То есть все сумки по 15 евро. И, конечно же, у-у-у, это рай. Мне как раз нужна была хорошая, классная сумка, и я себе такую вот нашла. Мне очень понравился цвет с этим тёмно-зелёным, такой вот коричневый. Мне очень нравится, что он огромно компактный, как вы видите. Здесь ещё такие вот, такого вот ремень. То есть можно носить вот так вот, или так вот. Очень всё хорошо сделано. Обычно они просто, знаете, шиты. А здесь ещё такие вот штучки, ещё экстра. Держат, потому что очень часто эти ручки рвутся. Ну, внутри он так вот выглядит. Очень прикольный. Вообще сумка классная. Она вот так вот закрывается. Так, как вам показать? Вот. Потом надо это так тянуть. Найн. Подумайте, что она за сумку купила. Это очень хорошая сумка, я её спорта закрыть не могу. Ладно, не буду. Вот. Классная сумка, тоже к всему подходит. Что летом, что зимой, что осенью. Сзади такая вот. И да. Это были все мои покупки. Как раз вовремя перестала снимать видео. Наша жизнь темнеет. И да. Один вопрос. Вам было бы интересно такое видео, опять с ответами на ваши вопросы. Если да, то ставьте комментарии. И оставляйте под этом видео или... Да, под этом видео оставляйте мне комментарии, вопросы, которые вас интересовали бы. Можете сразу начать. Я их тогда буду постепенно собирать и... Потом сделаю... Видео. Так что да. Пока!